Отдохнули мы, хотели пойти гулять, а тут львовский дождик. Сейчас посмотрим с вами. О, заливает уже прям. Сюда открывать нельзя. Покажу вам Чечник. Ой-ой-ой, какой просто леденяка. Ну, Львов славится своими прекрасными дождями. Это есть такое, здесь есть. Ох ты, вообще просто. Звуки слышите? Звуки дождя. Прямо сюда попало. Доброго всем денечка. Вышли из отеля, и такой дождик все еще капает. Лето, лето. Так, а мы, отель наш, вот там буквально. Там, в 50 метрах. А это такая красота. Наташа, что это? Прочти, пожалуйста. Преображение Господа нашего Иисуса Христова. Так, ну давайте пойдем в храм. Зайдем. Раз уж мы здесь. Наташа замерзла. Я тоже в курточке. Так, вот что это у нас такое. Красота какая. Ну, Львов славится своими и церквями, и замками. Так, ну сейчас сложу зонтик и зайдем внутрь. Ух, покажем вам эту красоту. Так, снимать можно, но тишина. Очень красиво. Что-то Наташа уже увидела. Это вышинка, смотри. А, смотрите. Это все вышито, как эти картины все вышиты. Боже, действительно. Красота какая. Так и сам собор. Красивый вход, бесплатный. Вот все, это вышивка. То есть все эти полотна изображают сцены жизни Иисуса. Красивый храм. Ну, просто уже вечер, где-то 4 часа. И мы зашли, да, мы уже, наверное, все службы прошли. Балкончики. Вот, зашли от дождя прям спрятаться. Так, красота. Сейчас я поставлю. Тяжеловато все это держать. Вот, как вышиванка символ такой уже здесь. Красиво. Какие наши вышиванки. Боже, ну какая красота. И все это вышит. Не знаю, пишите, вы любите вот посещать такие места, когда вы, ну, в городах заходите. А в своем городе заходите. Так, что здесь оставлю сумочку с зонтиком. Тяжеловато все это носить. Ну вот, считайте, наша с вами первая достопримечательность во Львове. Кроме, конечно, нашего отеля. Магазина вышиванок. Помните, в Мариатском тоже красивые такие были узоры. Тоже потолки такие. Этот человек вышивал. Красота. Цветочки какие классные. Снова рушнички и узорчики. Он тоже такой похожий понравился. Ну что, пишите, как вам этот храм понравился. Очень здесь как-то уютно и атмосферно, честно. Вот, только вышли из храма Иисуса Христа. И вот, смотрите, армянская церковь. Красота какая. Зеленый балкончик. Наташа предположила, что на реставрацию. Но мы пойдем посмотрим. Да нет, вроде нормально. Причем Наташа уже там. Армянский кафедральный собор. Ух ты, смотрите. Это знаете, что мне напомнило? Мы были в Стамбуле. В сорнисах Ереботан. Очень похоже. Это же все древнее, как мы понимаем. Большая памятка архитектуры. А ну, скажи. Присмотреться. То есть, это все живые дома или нет. Посмотри, канализация разрыта. Тут часть какого-то дома. Одесский дворик такой маленький. Это Львовский. Это Львовский дворик. И лесенка, чтобы не спускаться. Не, ну это же течение. Посмотри, это разрыли. Тут какой-то фундамент. А тебе не напоминает эти сорницы Ереботан? Да нет. Ну, как медуза там такая же была. Так, а ну давайте. А написано телефонов. А, это звонков. А снимать можно. Так, осторожненько заходим. Надеюсь, что снимать можно. Так. Вот Львов удивляет просто. Достопримечательность на достопримечательности. Еще отель удачно расположен. Просто две минуты до всех этих достов. Темновато. Я не знаю, видно ли вам. Надеюсь, видно. Не хочу громко говорить. Хотя я здесь одна, в принципе. Сейчас убежусь, так ли это. Убедюсь. Наталья сзади. Классная мозаика вообще такая интересная. Хочу сказать, там нарисовано и фото, и видео запрещено. Но ты снимай. Да? И фото и видео. Так. Просто там был перечеркнут телефон на разговоры. Я аккуратно прошла. Друзья наши, пишите комменты. Как вам? А люстра какая. Ну, достойка. Тоже интересно. С потолком гармонирует. Ткань. Камень. Светлая лазайка. С росписью. Красиво очень. Душевно. Вот мы уже вышли буквально в длину от Армянского собора. Оттуда пришли. И вот главная площадь. Называется рынок, да? Угу. Вот ратуша. Самое высокое здание. Я не помню. Это самая высокая группа ратуши. Да? На него подняться и посмотришь. Может. Обязательно надо бы подняться. Это будет интересно. Девочки-лявушки. И вот там вот я не помню. Мы там были. Я не помню, что это прямо. Ну, черный дом. Это он почернел. Черный дом мы можем пойти посмотреть. Сейчас. Короче, вот это кратко. Давай войдем. Давай. Да, я хочу вот этот дом теперь попозже. Так, вот красивый балкон с вами. Наташа уже снова нашла красоту. Идем, давай-дем, давай-дем, прям. Давай. Там наверху парень, он сидит. У нас с вами прогулка по мокрому его. Главное, не подскользнуться. Это что-то был театр пива. Правда. О, народ. Да, где в это вступило? Ага. Несмотря на то, что сейчас будет день, среда. 1923-й год. Красиво, да? А вверху какие-то пышненькие ангелочки сидят, да? А над балконом вот там, вот, знаете, какое-то. Ну, иди поближе. Иди поближе. Так, в общем, Каташа рекомендует поближе подойти. Вообще, тут такие булыжнички. Для моего колена вообще так не очень. Ну, ничего. Сейчас посмотрим. Вот, уже хорошо видно. О, и мужчина в окне там. Как вам там живется, мужчина, интересно? А правый змей одежит? Прям бадюбе. Правый лев? Нет. Ангелочек? Ага, сейчас. А под ними девушка лежит на единороге чудо-чужого-то. Львов вообще можно так рассматривать. Очень круто. Так, давай обойдем площадь рынок. Чтобы было все понятно. Ну, все точно не будет понятно. Сейчас мы на ратушу не полезем. У нас задание. Мы идем в гости. Мы приехали для гостей. Да, здесь живет моя тетя, которую мы хорошо знаем. Много подружек и целая футбольная команда моя к ней приезжала, приходила, когда мы были во Львове. Поэтому мы идем сейчас к тете, ну и заодно показываем вам прекрасный Львов. А футбольная команда тоже ходит? А, нет. Сегодня только мы. Вот красивые такие города, места. Ой, вообще, смотрите, это разный цвет. Хотя, вон, смотрите, морды втроем они поддерживают. Да, бог да. Сейчас четкнуться можно это. Да, не знаю. Да, красиво. Смотрите, мужское, а сверху там маска такая. Вот такая брусчаточка. Здесь одна, здесь вторая, а потом третья. Ох, после дождика она хорошо так подскальзывает трошки. Ты серьезно? Мне нормально. Я правда клеилась. Не важно. Уже теперь вторая. Смотри, мы прям в то наделись. У меня розовая бандана, у тебя розовый платочек. На фиолетовый. А, у меня ночью камень и камень розовая. Такие красивые дома, разные цвета. Я уже приблизила, показала, сейчас еще покажу. А смотри, там не делали дом салата. Видишь, реставрировано. Сейчас мы подходим. Мы подходим, а вы пишите комменты, ставьте лайки. Смотри, смотри, смотри. Я же хочу, чтобы мы подошли и снять его не сбоку, а прямо. А вообще, видите, какие они? Какие, не знаю, реально прикол. Класс. Это всякие заведения. Ага, сейчас будем еще смотреть этот черный дом. Называется черный дом во Львове. А ты знаешь, что хочешь сказать? Львов, вот, ну, это нельзя сравнить с Краколом, то Львов побогаче будет. А ну, расскажи. По домам, вот, по ощущениям, столько разных. Разных богатых или разных древних? Ну, не древних. Ну, вот по архитектуре такие интересные. Там она меньше как-то совершенно. А тут прямо вообще... Согласна. Тоже и нечего и сравнивать. Просто одна эпоха. Да. Пересмешение. О, даже хостел есть. Смотрите, сейчас приближу вам. Такой хостел. О, представляете, здесь хостел. А этот черный дом, он это, на реставрации. Это его нарисовали, смотри. Ну, вот... Да, я вижу, что он какой-то странный, действительно. А на самом деле, у такого черного света, это как-то называется... Он черно-черней. Бриллиантовая вот эта кладка как-то. Ну, вот они делают эти камни или как... Обтесывают как грани бриллианта, типа. А на самом деле, когда этот дом строился, он был белым. А потом, со временем, ну, тут-то все погодные условия сделали его таким черным. И там музей, да? Так, ну вот, показываем эту красоту и приближаем. Этот хостел очень красивый вход. И это книгарня. Здесь можно купить книжки. Книгарня номер один. Красивый такой фонарик. Ага, и смотри, какие-то еще люди. Вот мы с вами оттуда пришли. А потом деньги берут. Не люблю я такие темы. Ну, поэтому мы и не берем. Я думала, это уже прошло лет 50 назад. Конечно, в центре города. Ну, черный домик. А здесь так прикольно. Можно фотографироваться. Помните, я в Черного Рыцаря залезла в Кракове? Может, ресторан какой-то? Ну, машина. Ой, надо же, я думала, что мы гуляем без машин здесь. А нет. Так, тут музей. Рассматриваем красоту. Ага. И верхушку. Республиканский исторический. Так, сейчас подожди. Сейчас подожди. Дайте навести и показать, надеюсь, без прыгания, всю красоту. Много людей вышли гулять. Слушайте, люди гуляют с коротким боковым, а мы одеты не знаю как. Ну, реально холодно. Потому что у меня уже так идут. Ну, да. Я не знаю. Мне не жаль. Куртку никому не... Так, сейчас вижу еще один красивый дом. Подойдем ближе и будет прямое включение. А этот не сами сидят. Нет, Наташа сказала уже включаться. Тут товарищи с пузиками и копытцами. Такие довольные. А там Посейдон, наверное, или кто это? Вот посредине. Смотри. Ну да, если с трезубом Нептун или Посейдон. А вот тот дом я хочу еще посмотреть. Вот туда вот. Смотрите. Тоже красивые фигуры. Трамвайчик. Музей. Видите? Музей, музей, музей. А это какой музей? Этенографии. Художественного промысла. Художественного промысла. Ага. Ох, какие же здесь булыжнички прикольные. Да, но лучше идти по вот такой плитке. Потому что можно поскользнуться. Ну, это я вам уже увеличивала, похоже. Музей, музей, а каву продают. Мам, извините, вон там. Минус 50% после 17. Ой, красота, смотри. Впечатляет, да, так? Да, вот практически мы и обошли с вами. Площадь, рынок. Вот такая она красивая. С такими просто классными домами. Тут уже трамвайчик ходит, машинки ездят. Нужно быть аккуратным. Вот мы оттуда пришли. И туда сейчас и пойдем. О, написано, оригиналом будем умилуватися после перемоги. Там вот такая статуя присутствует. Да, то есть все статуи закрыты. Написано, оригинал мы будем наслаждаться после победы. Надеюсь, так и будет. Вот такие сегодня мы увидели уже и площадь, рынок, и две церкви. Ну вот, как вам Львов? Вот первое впечатление именно Львови. Пишите комменты, ставьте лайки. Спасибо. 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 Спасибо.